МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные события уходящей недели в нашем итоговом выпуске в студии Анна Ларченко и сегодня в программе. Сельхозтехника в подарок, новые транспортные маршруты и уникальные пасхальные поздравления. Ростовская область налаживает отношения с Республикой Крым. Неделя масштабных нововведений. Руководство области поддержит развитие села крупной суммой, а донские депутаты приняли несколько новых законов. Ракетный комплекс «Бастион», система береговой обороны «Берег» и система залпового огня «Торнадо». Гарнизон Южного военного округа готовится к параду 9 мая. Ростельмаш начинает поставку сельхозтехники в Республику Крым. Первые 10 комбайнов «Акрос» уже в дороге. Всего к концу месяца будет отправлено 35 зерноуборочных машин. Поставки осуществляются по федеральной лизинговой программе. Для оперативной работы организации сервисного обслуживания в Симферополе Ростельмаш открывает свой дилерский центр. С подробностями Татьяна Бочарова. Эти машины через пару дней получат постоянную прописку на тралах, на пароме и на поля Крыма. Там крайне необходима новая техника, ведь в хозяйствах крымчан работают еще те советские Нивы и Доны. Уже поступило около сотни заявок на комбайные прицепные орудия. Мы предлагаем на сегодняшний день весь шлейф необходимой техники для сельхозтоваропроизводителя, начиная от трактора и пассивная техника, техника по уходу за растениями и уборочная техника. Соответственно, наша техника полностью приспособлена для южных регионов России. Отлично работает в Ставрополе, в Краснодарском крае, в нашей Ростовской области. В Крыму условия немногим отличаются от Юга России, поэтому мы уверены, что эта техника отлично проявит себя и там. Ростельмаш уже открыл в Симферополе свой дилерский центр. Сервисное обслуживание и обучение персонала – главная его задача. Проблем с адаптацией новой техники не будет, уверены специалисты завода. Это замена этим комбаном. Современная электроника, все, комфорт. Не будет проблем языковых? Да это наши же люди, да. Это все наше там же. Не должно быть, конечно. Я считаю их так же, хотя они и были какое-то время в Украине, но мы их считали все равно нашими. Наши, все равно наши. Крымчане смогут приобрести комбайны по программам лизинга с минимальной ставкой финансирования и нулевым первоначальным взносом. Завод готов поставить и роторные суперкомбайны «Торум», которые в хозяйствах южной зоны называют «рисовый король». Сотрудничество машиностроителей и хлеборобов Крыма имеет хорошие перспективы. Эти комбайны как лучший пример нашего сотрудничества с этим регионом. Я думаю, что мы должны гордиться нашим предприятием. В общем-то, Россельмаш в очередной раз показывает свою мощь и перспективу. Время не ждет. Не за горами уборка урожая. А красы покажут класс, уверены машиностроители. Россельмаш готов полностью закрыть потребность Крыма в зерноуборочной технике. Число автобусов, следующих в Крым из Ростова, увеличилось. Кроме четырех ежедневных рейсов в Ялту, Симферополе, Севастополь появятся еще семь. Соответствующие документы Донской Минтранс отправил на утверждение федеральные органы. Согласовываются также и транзитные рейсы через Ростов, из Астрахани и Волгограда. Но изменена схема движения транспорта. То есть новые паспорта согласованы. Схема организации движения проходит теперь через Краснодарский край, через порт Кавказ, заездом в Керчь. И дальше в Евпаторию, Симферополь, Ялту и так далее. Появится и новый регулярный авиарейс Ростов-Симферополь. По этому маршруту самолеты начнут курсировать уже в ближайшую субботу. Православные традиции преодолевают расстояние. Творожной Пасхой ростовчане угостили жителей Севастополя. Кулинарный шедевр весом почти полтонны преодолел сотни километров. Царь Пасху в этом году впервые отправили за пределы Ростовской области. Как принимали подарок соседей в сюжете Елены Баранниковой. Лейте более интенсивно. Кулинары с удовольствием делятся рецептом. Творог 300 килограммов, немного сахарной пудры 100 килограммов и чуть-чуть изюма и орехов тоже килограммов по 30. Накормить прихожан севастопольского храма нужно как следует. А пока народ собирается, последние приготовления – несколько ведер пасхальной присыпки. Если взять такую обыкновенную творожную массу, то она как творог, сахар и масло. А в этой непосредственно есть. Такий вкус, который действительно как пасхальная. Она отличается от нашей обыкновенной творожной массы. И все-таки все хитрости повара и технологи не раскрывают. Хотя вкус ростовской царь Пасхи на Дону уже знаком многим верующим. Севастопольцы уже выстраиваются в очередь. Освящение – обязательный ритуал перед трапезой. Свято-Владимирский собор в Херсонесе – место историческое. По церковным преданиям, именно здесь в X веке произошло крещение великого князя Владимира. В веке XXI сюда привезли самую большую Пасху в России и в мире. Это первая весна, свободная весна, когда наш народ соединился. Это весна, в которой Господь нам дает радость. Эта пасхальная радость началась задолго до Пасхи. К дегустации царь Пасхи севастопольцы отнеслись символично. Братство народов в каждом кусочке. Эмоции действительно переполняют. Частица Ростова будет в севастопольских людях. И мы будем помнить. Очень рады, что мы снова россияне. Мы долго ждали этого. Поверьте, донские казаки. Ну, мне всяких похвал. Мой папа с Матвеево-Куранского района, село Илсогорка. Всем привет передаю. Царь Пасха стала началом торжественных событий в Севастополе. В этот же день в город привезли огонь из Иерусалима. Храму Вознесения Господня присвоен статус Патриаршего. В Новочеркасске тысячи прихожан стали свидетелями уникального события. Митрополит Меркурий совершил пасхальное вечернее богослужение, во время которого огласил указ святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла. В России это второй собор удостоенный титула Патриаршего. Первый – Успенский собор Московского Кремля. В следующем году вместе со столицей Донского казачества Новочеркасский собор отметит 200 десятилетия. Почитаю справедливым усвоить означенному собору праву статус Патриаршего и впредь именоваться Патриарший Вознесенский Вольсковой Всеказачий собор. Здесь покоятся атаманы Всевеликого войска Донского. Возрождение собора началось в 203-е в город Новочеркасске. В 2010-2011 году продолжались активно реставрационные работы. Эти работы финансировались из минерального и областного бюджета. За прошедшие 13 лет на реставрацию было выделено больше 850 миллионов рублей. В 2005 году вернули прежний вид фасаду здания, чуть позже покрыли купола золотыми листами, а в крест вмонтировали камень из горного хрусталя. Около миллиарда рублей будет направлено в этом году на реализацию программы развития сельских территорий Дона. Об этом было заявлено на заседании регионального правительства. Деньги пойдут на строительство жилых домов и соцобъектов, а также на подведение газа и воды. Если мы будем строить территорию, где этих объектов нет, то люди, конечно, и мы с ними удержим, поедут в районные центры. Это проблема, которая требует такого достаточно комплексного подхода. Чиновники уверены, развитие отдаленных территорий Ростовской области напрямую зависит от инфраструктуры. Молодых родителей населения ничто не задержит, если рядом не будет школы и детского сада. Под комплексным решением понимается строительство жилья, соцобъектов и подведение коммуникации. На строительство и проектирование объектов газификации и водоснабжения в донских селах в этом году планируется потратить более 180 миллионов бюджетных рублей. Тоники для несовершеннолетних под запретом. За попрошайничество накажут рублем, а для людей с ограниченными возможностями должно появиться больше 4000 новых рабочих мест. Донские депутаты рассмотрели больше 50 вопросов на очередном заседании законодательного собрания региона. О самых важных решениях парламентариев в следующем сюжете. Один из главных вопросов заседания – бюджет на текущий год. На состоянии областной казны сказывается непростая экономическая ситуация в стране. По темпам развития область отстает от запланированных показателей. Кроме этого, в 2014-м регион недополучит более 2 миллиардов рублей налогов. Такие компании, как «Эфес», «Пилс» прекратила свою работу на территории Ростовской области, «Балтика» снизила объемы. Все это дело почти минус 2,6 миллиарда потянуло. Несмотря на эти факторы, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – больше полутора миллиардов. Общий доход региона – больше 127. В числе этих денег – больше 3,5 миллиарда федеральных рублей. 2,5 из них пойдут на развитие сельского хозяйства. Среди законодательных новшеств – частичный запрет розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории области. Это несовершеннолетние в первую очередь. В детских образовательных медицинских организациях, на объектах спорта, ну и в местах проведения культурно-массовых мероприятий. Посмотрим, что это даст. Я думаю, кроме здоровья ничего этот запрет не принесет. В первом чтении одобрение депутатов получили и поправки, которые касаются полного запрета продажи слабоалкогольных тоников. Если законопроект будет одобрен, то Донской регион станет четвертым в стране после Чечни, Чукотки и Краснодарского края, где запрещено продавать эту продукцию. Под запретом теперь и вопрошайничество. Теперь предусмотрены штрафы от 300 до 500 рублей и от 500 до 1000 рублей, если это уже не первое правонарушение. Учитывая, что основными, наверное, лицами, которые могут быть привлечены к ответственности, являются физические лица, да, правда, статья предусматривает и привлечение лиц, которые занимаются организацией попрошайничества, в том числе с привлечением совершеннолетних граждан. Там штрафы доходят до 5000, а для физических лиц штрафы не очень большие. Я думаю, что надо посмотреть, как будет работать этот закон. Кроме этого, депутаты расширили возможности инвалидов при трудоустройстве. Теперь, согласно областному закону, принимать на работу людей с ограниченными возможностями обязаны все организации, в которых больше 35 сотрудников. Донское правительство ЮФУ создадут в Ростовской области многоцелевой инновационно-технологический кластер. Таким образом, власти рассчитывают привлечь новые инвестиции в экономику региона. Вопросы инновационного развития области обсудили на совещании в Южном федеральном университете. Его провел вице-губернатор Сергей Горбань. Вартан Сюниджанс подробнее. Начало положено. В Ростовской области может появиться многоцелевой инновационно-технологический кластер. Правительство поддержит эту инициативу Южного федерального университета. Мы, так сказать, концентрированно попытались поработать с вузовским сообществом Ростовской области. И сегодня понимаем, что вузовское сообщество готово свой потенциал направить на совместное развитие с Ростовской областью, создав систему у себя технопарков, вернее, бизнес-инкубаторов, которые затем в виде технопарковых структур будут работать в системе уже области. Создание кластера позволит собрать лучшие инновационные разработки, а также позиционировать Ростовскую область на российском и внешнем рынках как инновационно-активный регион. Учитывая то, что в Ростове мы кое-какие вопросы научились делать, и с инвесторами работаем, и понимаем, как это сделать. А вот то, что связано с ИТ, с технологиями, с мозгами, с новыми подходами в производстве, вот это то, что мы, я считаю, еще не используем. Авиационные, космические и энергосберегающие технологии, радиоэлектроника и приборостроение, системы управления, навигации и связи. Многоцелевой кластера хватит множества направлений. Предполагается, что на его создание будет выделено 30 миллионов рублей. Из них 6 миллионов – средства областного бюджета и 24 федерального. Создана рабочая группа, которая включает в себя не только всех заинтересованных министерств, но и ведомств, но и ведущих вузов нашей Ростовской области и представителей общественных объединений, объектов инновационной инфраструктуры. В качестве управляющей компании может выступить региональная корпорация развития. Это удовлетворит требованиям Минэкономразвития России при отборе инновационных кластеров для выделения субсидий за счет средств федерального бюджета. Омбудсмен по правам предпринимателей в России Борис Титов пожаловался президенту на притеснение коммерсантов государственными органами. По данным его доклада, по этой причине 50% малых и средних предприятий малого и среднего бизнеса работают в тени. Также представители сообщества беспокоят высокий уровень налогообложения. Подробнее об этом и других проблемах мы поговорим с гостем программы. Сегодня это Олег Дереза, уполномоченный по правам предпринимателей в Ростовской области. Олег Владимирович, вы приняли участие в обсуждении ежегодного доклада федерального уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, президента России Владимиру Путину. Расскажите подробнее о конференции, где собственное состоялось обсуждение, где проходило, кто участвовал и какие проблемы бизнеса поднимались. Данное обсуждение проходило на площадке общественной палаты, в здании общественной палаты Российской Федерации. Достаточно представительный форум был. Это и Борис Юрьевич Щитов, разумеется, и его аппарат был. И руководители министерств различных, в том числе Минпромторгом Денис Мантуров был. Также был министр, который отвечает за открытое правительство в правительстве РФ, это Абызов. Замминистра экономического развития Беляков присутствовал Российской Федерации над Севедом. Президент ТПП, был руководитель агентства стратегических инициатив Никитин присутствовал тоже, руководитель РСПП Шохин, Александр Шохин тоже участвовал в обсуждении. Разумеется, все были, практически все, общественные региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей, общественные обучмены при федеральном уполномоченном Борисе Титове, ну и представители различных бизнес-организаций, бизнес-ассоциаций, ну и в том числе и средства массовой информации, конечно. Доклад достаточно был живо воспринят, это не было такой как бы догмой. Перед самим докладом в начале обсуждения проходили сессионные обсуждения, то есть по различным вопросам, по уголовному преследованию предпринимателей, по налоговому законодательству, по энергетике и другим естественным монополиям, по малому и среднему предпринимательству. Везде вели общественные обучмены, представляли позицию Бориса Юрьевича Титова по этим докладам, которые потом сводились в единый доклад. Борис Юрьевич также пытался посетить все эти сессии, хоть по несколько минут, но высказать свою позицию, выслушать позицию и региональных уполномоченных, других представителей бизнес-элит. И потом, да, все завершилось, значит, одним общим обсуждением с участием, как я сказал, уже руководителей министерства, ведомств, с участием руководителей бизнес, крупных бизнес-организаций Российской Федерации. Это было сведено в несколько таких брошюр. Это были и регионы, значит, и книга жалоб российского бизнеса, и перечень тех вопросов, которые затрагивались в докладе. Достаточно объемный доклад, причем он, там были и споры, значит, и вопросы задавались. То есть достаточно живо. Я думаю, что, кстати, после этого обсуждения будут еще внесены какие-то изменения и дополнения в доклад, потому что доклад еще будет дорабатываться, и после этого только будет передан президенту. Ну, а основные какие проблемы поднимались? Ну, знаете, проблемы достаточно большое количество. То есть, в принципе, в каждой сфере регулирования есть свои проблемы. Как я уже сказал, это и проблемы, в принципе, в малом и среднем предпринимательстве, воздействие на административное излишнее воздействие на малое и среднее предпринимательство. Это и вопросы трудовой миграции, это вопросы и санитарно-фитосанитарного контроля, пожарной безопасности. Разумеется, уголовное преследование предпринимателей. Также, значит, вопросы, связанные с неисполнением судебных решений. На это обращалось внимание, о том, что предприниматели зачастую выигрывают суды, но не могут получить решение, не могут, им не исполняют решение суда. Вот, значит, вопросы, связанные с землеотведением, земельными, кадастровыми вопросами, ну, достаточно большое количество. То есть, в принципе, в каждой, значит, каком-то подразделе были свои предложения, были свои вопросы. У участников дискуссии были тоже различные мнения о той ситуации, которая находится в Российской Федерации. Некоторые настаивали, что мы находимся сейчас на этапе стагнирования, значит, экономики. Другие утверждали, что это небольшое, но развитие. Ну, третья была идея о том, что стагнирование все равно дает положительный эффект, положительный толчок, что новые технологии будут применяться, значит, уже в стагнирующей экономике. То есть, достаточно живое обсуждение было, интересное достаточно было, высказывались предположения, развитие сценариев, значит, обсуждение тех предложений, которые были введены, значит, вот. Так что, достаточно живое обсуждение. Я думаю, что доклад, сам доклад, особенно после, наверное, тех дополнений, изменений, которые будут внесены после этого общественного обсуждения, достаточно будет интересен, и, думаю, не только президенту, но и всему бизнес-сообществу. Олег Владимирович, спасибо большое, что вы нашли время и пришли к нам в студию. Ждем вас снова. Спасибо большое. К другим темам. Организация убийства следователя и подготовка к совершению теракта. В Ростове началось разбирательство дела экс-мэра Махачкалы Саида Амирова. Ранее этой работой поочередно занимались махачкалинские и московские служители Фемиды. Но в апреле документы передали в Северокавказский окружной военный суд. Причина – угрозы жизни и здоровью обвиняемого и свидетелей. В настоящее время в Северокавказском регионе сложилась ситуация, при которой достаточно объективное и оперативное рассмотрение дел данной категории по месту совершения преступлений очень затруднено, так как в республиках Северного Кавказа отмечена активность крайне радикальных экстремистских группировок. Более сотни родственников обвиняемого приехали из Махачкалы на первое заседание. По словам личного адвоката экс-мэра, это только малая часть поддержки Амирова. Также он заявил, что будет пытаться ускорить судебный процесс, так как здоровье обвиняемого оставляет желать лучшего. Мы видим, что человек инвалид, большая часть органов внутренних, они просто бездействуют. Как сказал один из лечащих его врачей, так сказать, в Германии, пояснил, что еще лет семь назад этот человек должен был умереть просто, потому что организм. Почему он жив и почему он не просто жив, а еще продолжает активно работать и в данном случае активно участвовать в судебном разбирательстве, это сила воли, сила воли человека. Напомню, Сайда Амирова задержали 1 июня 2013 года по подозрению на покушение на одного из влиятельных политических деятелей. Сейчас ему грозит пожизненный срок, но коллегия адвокатов надеется сократить наказание до минимума. Ракетный комплекс «Бастион», система береговой обороны «Берег» и система залпового огня «Торнадо». Гарнизон Южного военного округа готовится к параду 9 мая. Предполагается, что на Театральную площадь выйдут новейшие ракетные комплексы и зенитные установки. Всего около 60 единиц техники. За боевыми колоннами на тренировке наблюдал Юрий Бабенко. Ветер. Ветер готов. Ветер готов. До последней секунды неподвижные, как будто вкопанные в землю, колонны боевой техники ждут команды. В тот миг, когда она прозвучит, более полусотни мощных многотонных машин одновременно взрывут двигателями и медленно, строго соблюдая дистанцию, двинуться вперед. Скорость не превышает 10 км в час. Задача экипажей на первый взгляд проста – пройти участок в несколько сот метров по прямой с ювелирной точностью и синхронностью. Однако из года в год эта точность дается неделями упорных тренировок. Ежегодно с конца марта и по самый День Победы включительно бойцы со всего округа репетируют движение в колоннах, которое непосредственно в День Победы должно пройти по Ростову безукоризненно. В составе парадного расчета – подвижный береговой ракетный комплекс «Берег», реактивные системы залпового огня, в том числе новейшее торнадо, артиллерийские установки, привычные БТРы и множество другой техники. Бронеавтомобили «Тигр» предназначены для доставки и высадки спецподразделений в места боевых действий. В колонне парадного расчета перед водителем «Тигра» стоит немаловажная задача. Я еду, голова у меня, веду машину, как бы веду уже сзади артиллерию и все. Если я собью что-то, у них все пойдет не так. Подвижный береговой комплекс «Бастион» – машина по сути секретная, поэтому близко к ней зрители не подпустят. Несмотря на то, что максимальная скорость, которую она развивает на марше около 90 км в час, во время парада приходится выдавать не больше пяти. Помимо того, что «Бастион» поражает любые сухопутные цели, он предназначен также и для защиты водных рубежей Родины. Самый главный плюс – это то, что эта техника новая, аналогов, которые не существуют на данный момент. Предназначение этой техники в том, чтобы она должна поражать высокоскоростные надводные цели, корабли всех типов. Традиционно подготовка к параду «Победы» начинается с обслуживания техники, ее окраски. Поэтому все боевые машины расчета находятся в безукоризненном состоянии. Выравнивание колонн и их очередные тренировки на базе военного аэродрома – лишь промежуточные этапы сложного пути. Последняя генеральная репетиция парада «Победы» состоится 7 мая на Театральной площади Ростова. Осадное сооружение времен Турецкой войны – ветряная мельница XIV века. В Азове археологи обнаружили еще несколько уникальных находок. Чтобы добыть артефакты первых жителей Дона, пришлось разрыть частное подворье. Открытие ученых оценила Анастасия Кованцева. Улучшение жилищных условий для азовчан часто затягивается на месяцы. Их земля – непаханное поле для археологов. В этом месяце сотрудники музея-заповедника обнаружили горн XIV века. Выше на две улицы еще одна находка – Золотоордынское земляночное поселение. Ну, ты делал эти столбы, жернов там, по-моему, да. Видели эти, вот так доставали ребята черепа, скелеты. И как? Да ну, я бы сказал, не очень приятные ощущения. Ворошить прошлое Евгений Мухов не намерен. В своем дворе не копал глубже, чем на штык лопаты. О том, что под ногами может оказаться исторический артефакт или захоронение, мужчина предпочитает не знать. Научное сообщество другого мнения. И федеральный закон на их стороне. Первоначально мы нашли деревянные балки. И соответственный материал весь относился к XVIII веку. Это были трубки курительные XVII-XVIII веков, посуда, всевозможные монеты. Из-за высокой химической активности Донской земли железо сохраняется плохо. Иногда археологи не могут понять, что нашли до самого окончания реставрации. На этот раз все очевидно. Первый метр раскопок и на поверхности оказалось осадное сооружение XVIII века. Эта граница отделяет две эпохи. Светлая земля XVIII века. Темная почва – еще XIV. На этом уровне археологи находят землянки, подвалы или захоронения. Для того, чтобы найти более ценные с научной точки зрения артефакты, археологам пришлось копнуть поглубже. В шести метрах под землей сохранились две круглые плиты, предположительно части ветряной мельницы. Вот впервые нам посчастливилось найти ин-ситу, то есть вот на том месте, где его использовали в XIV веке, целый жернов XIV века. Это показывает, что степень все-таки развития техники мельничного дела в Восточной Европе все-таки не была низкой. Чаще среди находок музейщиков попадались ручные мельницы, которые приводили в движение женщины. О том, что в XIV веке их труд заменили механическими дробилками, археологи могли только догадываться. До сих пор им удавалось обнаружить лишь фрагменты. Возможно, будущие открытия полностью изменят представление о быте первых жителей Дона. Уходящая неделя богатая на спортивные события. Два Ростов-Дона – баскетбольный и гонбольный, полуфинал и финал. Два фантастических по накалу матча. Два триллера с развязкой в последние секунды встречи. Две упорнейшие борьбы тактик, характеров и скоростей. Две важнейшие победы. И первый в этом году успех ростовского кикбоксера на международном турнире. Подробнее об этом вам расскажут мои коллеги в программе «12 минут спорта». Такой запомнится эта неделя. Я желаю вам хороших выходных. И не пропустите главное в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова